Привет, привет, мои дорогие! Добрый вечер, скорее всего, мои родные. У нас большая шаурма мукбанг. Кстати, на дзене мукбанг слово как-то не очень звучит, а звучит все кушаем вместе. Давайте садитесь тоже со мной, накладывайте. И сегодня, вернее, то есть сейчас мы будем с вами пить кока-колу в жанре виски и есть большую шаурму. Ребятишки у меня сходили за шаурмой. Смотрите, какая шаурма. Что не съем, то понаткусываю. Представляете, вот она здесь сломалась. Может ее тогда разломить. Давайте вот, наверное, разломим. О, получилось. Блин, да с сыром. Две шаурмы. Значит, со свининкой заказывала. Тут огурчик, сыр, помидорка. И она еще тепленькая. Давайте начнем. Для меня мало соленая. Минуточку. Я себе соли принесла. Сою посыпала, в общем. Или мало перченая. Вы слышите, как хрустит она. У меня сегодня даже есть салфетки. Спасибо, добрые люди. Я буду посыпать в себя солью. Лайфа. Не знаю, почему. Я все понимаю, что вредно. Почему я все подсаливаю? Кстати, с сыром я никогда шаурму не пробовала. Хотя сейчас даже шаурму кладут картошку. Ну, хорошо, что она не очень толстая. Это у нас продаются, если не трамваи, две салатки. Лапса. Я люблю зажаристую шаурму. Что мочится-то? Я ела Наташу шаурму ровно 33 года и 3 месяца, пока не встретила своего Илью Муромца. Меня спросили, задали такой вопрос. Замужем ли я? Ну, давайте я вам расскажу немного обо мне. Биография. Несудима. Не привлекалась. Ну, почему не употребляю? Я не показываю свою личную жизнь на камеру. Мне не хочется это очень говорить. Но я вдова. И, наверное, об этом промолчим. У меня две дочки. Я говорю, что я в разводе. Дого я стала давно. Но так и не встретила своего принца. В общем, так как у меня две дочки. Вот именно сейчас, когда они уже выросли, у меня был второй брак. И мы с ним разошлись. Обоюдно. Все говорят, что возраст не играет в значении. Но он очень играет в значении. Он был у меня старше на девять лет. У него были свои приоритеты. К тому времени он уже стал дедушкой. Ну и маленько. В общем, ну ладно. Прожили, прожили, разошлись, разошлись, разошлись. А теперь у меня две дочки. Ну, они были за дочек. Старшая дочка замужем. У меня, как и я, медик. Младшая. Старшей дочке у меня двадцать пять лет. Младшая. Яна. Старшая, кстати, Аня. Младшая в этом году заканчивает технику. Она специалист по ЖКХ. И будем искать. И мы с ним будем искать работу. Ммм. Ммм. Вкусно. Ну, а сейчас я не одинокая. Я свободная. Ммм. 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 Вот только дети-то не вовремя мне сообщили, что они едут за шелмой. Кстати, да, у меня внучка прекрасная. Её зовут Вика. Её три года. Ну, какой у меня она ребёнок. Кстати, есть видео, где мы с Викой. Где она ещё маленькая. очень хорошая девочка жду и дождусь мы сегодня мы едем на юг старшая дочка я и вика ужас не готовы танцевать кафе плавать у дочки уже сумки собрали живая с младшей дочкой вот ее комната за стенкой всю жизнь проработал в медицине в этом году будет 27 лет начинала свою работу в гинекологии в отделении гинекологии помогала мамочку вынашивать детей сохранять тогда сохранять вынашивать иногда приходилось принимать воду ну так как в гинекологии бывали выпидыши помогала после операции женщина ухаживали за ним ухаживала за ними потом я ну просто уже ну как спина обвалила потому что вы представляете гинекологии женщины мужчин у нас практически не было все на себе все на женских плечах нас с тобой стали искать другую работу сейчас я работаю в детской больнице там тяжелее морально ну дети же все равно да ну физически намного легче поэтому все там у меня когда канал на джене как-то он случайно раз и дошел на монетки сам я не старалась я вообще не хотела у меня кстати у меня канал на ютубе но маленько на ютубе мне тяжело тяжелее развивать я не знаю почему почему на ютубе канады очень тяжело развивать а на джене у меня здесь получилось все случайно в сентябре этого года я сделала яндекс эфир организовала и джен в джене вообще практически ничего не выкладывала но там как-то получалось выкладываешь на яндекс эфир из яндекса эфира на джене я тогда еще удивилась где-то через три месяца сентябрь октябрь ноябрь декабрь моя подружка под ютубу будет наташ выкладывай на джене я буду ну нафиг еще тут что мучиться youtube лично это голодная боль эфир и там пересталась выкладывать в общем яндекс она когда ладно наплевать тебе там надо всего 10 тысяч часов до вроде бы до монетки дайте у меня случайно в эфире дошло я даже вообще не на видео выстроил одну и дошло я не старалась не вы ничего просто выкладывала для же монетка но мне там пришлось маленечко какой-то сбой было очень меня три я написал писала в поддержку почему так а часы не пересчитываются не все пересчиталось пошла монетка но так вы видите эфир закрылся у меня закрывается и на яндексе джене на потом и я также выложу то забуду выложу забуду наплевать говорю ой ну что ты меня прям морочишь голову но не хочу ничего но может сколько-то видел как она не пенет я выложу на мере пенет я выложу его как-то в один понедельник она меня вышла на больничный наташа выкладывает она дошла до монетки пусть по копейки пусть будет я буду дошла посмотрела года нет никакой монетизации она меня опять я в среду зашла бац вам одобрена монетизация при том что я вообще говорю прям я меня не был ну говорю да ну нафиг я наоборот обратился буду нафиг да ну нафиг а потом что-то во мне проснул с такое желание думаю меня же здесь будут любить не все конечно но те которые меня любят я вас не ошиблась всех люблю больше я хочу пить наверно уже чем есть честно я наелась в общем как я обещала что не съем пункт макусу я съем на и только вот этот кусочек даем с вами поэтому завтра шумаут лаваш вкусно зажарим все ну для меня не соленая и и свининка мягенько кстати вкус шашлыка и не пультика и когда-то шубу вообще не ел я ее брезгала я наелись я тоже только половинку тут сыром не знаю как ты ничего не поняла что съел курицы нет сыра не знаю я не ел я наелась курицы какой ну ладно я даем уже без вас всех люблю целую с вами наташа и так немножко рассказала себе пока пока да да я надо